Друзья, всем привет! Я сегодня хочу показать вам один из наших парков в городе Днепре, парк Петержевского. Находится этот парк между двумя большими проспектами. Между проспектом Богдана Кмельницкого и между проспектом Кирова. Я заехала сегодня с проспекта Кирова. Это можно проехать общественным транспортом, сев на любой общественный транспорт, который идет вниз Пушкина, с Титова и доехать до остановки Славутич. Вот и между этими двумя проспектами находится парк Петержевского. Этот парк открыли, реконструировали в 2021 году, в этом году. Хочу показать, сразу начинается он, Днепропетровская еврейская община. Поставила мемориал Мацева, который посвятил светлой памяти 90 тысяч евреев, которые нашли упокоение в этой земле. На месте этого парка Петержевского в начале 60-х годов, 20-го столетия, находилось еврейское кладбище Катеринослава Днепропетровска. И вот такой мемориал посвятили здесь, в Еврейской общине. Парк прекрасный, есть где погулять с жителем. Интересные такие инсталляции, потом вам покажу в виде Куба. Здесь поставлены замечательный парк детки. Очень много стумеечек. Есть где посидеть. Подышать свежим воздухом. И полюбоваться природой. Прекрасная осень. Замечательные деревья здесь. Замечательные деревья здесь. Установили их любители. И, скажем, потом посмотрю, именно кто. Ну, по всей видимости, мне кажется, что это защитники животных. Они раскладывали первоначально здесь и кулечки для того, чтобы погулял и не загрязнял. Сейчас я покажу вам прекрасную природу, которая еще сохранилась. Замечательные сосны. Есть детская площадка. И дальше мы идем в парк Большой. Чем хорошо рядом находятся жилые дома. И людям есть куда выйти с колясочками, с животными. Здесь также водятся белочки, их кормят. Еще одна детская площадка. Еще одна детская площадка. Сюда прибегают белочки. Если хочется отдохнуть, подышать свежим воздухом, я сейчас иду именно под соснами. Прекрасно пахнет хвоей, несмотря на то, что рядом Большой проспект. Прям слышно звук транспорта. Рядом я показываю проспект Богдана Хмельницкого, бывший проспект Героя Сталинграда. Раньше это был еще в советские времена. Парк Песажевского. Парк Песажевского. Очень долго его не приводили. Порядок сейчас хотя бы навели. Навели порядок. Здесь чисто, хорошо, прекрасно. Очень много скамеечек. В конце парка есть спортивная площадка. Сейчас я ее покажу. Можно заняться спортом, кто хочет. Можно посидеть на скаминке, подышать свежим воздухом. Можно выйти с детками на детскую площадку. Это я вам показываю спортивную площадку. Подойдем ближе. Парк Песажевский. Парк Песажевский. Чем все-таки примечательно, что в большом городе все-таки начали возрождать парки. Это прекрасно. Есть куда выйти, пройти, погулять с детками, животными. Красивый парк. Идея была неплохая, но во что это все превратилось? Очень жаль. Вот это те урочки, о которых я говорила. Рядом написано телефонные номера. Написано, будь ласка, прибурить за своей собакой. Но очень жаль, что так все вроде бы как начиналось. Все прекрасно, все замечательно. Ну, я надеюсь, что в дальнейшем все-таки наше общество научится не только вкладывать деньги в парки, вложили, но еще их и обслуживать. Если уже установили эти урночки, все-таки эти урны стоили денег, понятно, значит, надо бы за ними и смотреть. Люди входили с собачками, убирали за ними. Но дальше, дальше это. Такой прекрасный парк, друзья. Показала вам сейчас пойду на выход. Именно там красиво. Там, где вход-выход, там красиво. Между этими двумя проспектами они сделали все-таки неплохие, симпатичные сделали скамейнички. Красивые инсталляции. Ну, я ожидала большего. Ну, отдохнуть можно, подышать можно, друзья. Поэтому, кто хочет приехать и потеряться в городе среди парковой зоны, то есть походить, это я в шутку говорю, потеряться, походить, подышать воздухом, увидеть белочек, погулять с детками, с собачками. Берите только с собой свои кулечки, потому что кулечков уже нет. Вначале была прекрасная идея, но дальше поставить мусорники этого, конечно, не сделали. Ну, парк замечательный, прекрасный. Подышать можно, походить можно, отдохнуть можно. Можно сходить с детками на детскую площадку, только тоже смотреть аккуратно, чтобы ребенок нигде не травмировался. Можно сходить на спортивную площадку. Она здесь открыта. Она здесь открыта. Это парк я не видела более двух лет и слышала, как бы помпезно его открывали. Поэтому решила пойти, посмотреть и показать вам. Задумка неплохая. Что-то сделали. В принципе, вот я сейчас хочу вам показать. Здесь красиво. Вот именно здесь сделали это то, что открывали. Но думала, что будет все-таки больше все. Еще что-то строится. Сейчас подойду к инсталляции. Мне понравились эти кубы. Осень прекрасная. Сегодня уже немножко прохладно. Немножко капал дождик. Так что, видимо, что погода меняется. Здесь все-таки осень. О, золотая осень. Вот интересные такие кубы. Интересные кубы. Есть где-то. Так, ну и приезжайте, друзья. К нам я вам покажу все наши парки. Это первый парк, с которого я начала. Парк Писажевского. Он находится между проспектом Кирова и проспектом Богдана Хмельницкого. Ранее был герой из Сталинграда. Кирова и проспектом Кирова. Прямо перед нами Славутич. Остановка Славутич. Как раз начинается парк Писажевского. Прямо перед нами Слава. Прямо перед нами Славутич. Друзья, вот я решила такой проект создать, показать вам все наши карты. Смотрите меня, заходите на мою страничку, пишите, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире. Всем пока-пока.